В сентябре 2022 года глава государства заложил капсулу под строительство нового корпуса 3-й детской больницы. На данный момент работы идут полным ходом. Завершено около 50% строительных работ. Как отмечает главный врач 3-й детской больницы, в новом здании после сдачи ее в эксплуатацию будет все самое современное оборудование. В новом здании будет организовано 8 операционных блоков – экстренной хирургии, нейрохирургии, хирургии новорожденных, хирургической инфекции и другие. Здание рассчитано на 215 койко-мест. Как отмечает главврач, детская больница номер 3 из-за большого количества обращений особенно нуждалась в новом корпусе. И этот проект, он предусмотрен там, что не только здание построено, а так с аппаратурой, со всеми этими инструментами операционными. Имеется в виду вот на подвальном помещении, как вы сами видите, будут компьютерные томографы, МРТ аппараты будут, цифровые рентген аппараты будут. И кроме этого лапароскопические аппаратуры будут, очень ультрасовременная больница будет, которая будет хирургическим проблемом заниматься детского возраста. Строительство четырехэтажного хирургического корпуса финансируется Саудовским фондом развития. Для этого фонде выделили 30 миллионов долларов в виде льготного кредита. Завершение строительства ожидается к концу 2025 года. Помимо строительства, сейчас проводится и ремонт медицинских объектов страны. Так, к примеру, в сентябре прошлого года началась капитальная реконструкция Республиканской клинической инфекционной больницы. Ремонтируется главный корпус, рассчитанный на более чем 200 койко-мест. Этому корпусу уже 35 лет. И с момента возведения здесь проходили только небольшие косметические ремонты. Все эти коммуникации практически год должны были выходить из строя. Некоторые уже вышли из строя. Поэтому было решено с Министерством здравоохранения провести ремонт именно в этом корпусе. Почему? Потому что здесь основные больные находятся здесь именно. Наши больные, да. До мая месяца должны сдать эксплуатацию. Ну, учетом того, что сегодняшняя ситуация, поскольку здесь вы сами знаете, чтобы коревые больные стало больше. Поэтому мы просим подрядчиков, чтобы они быстрее закончили в течение одного месяца. Также отмечается, что в прошлом году в титульный лист капитального строительства было внесено 20 медицинских объектов. Из них финансирование почти стопроцентное. Если выделялось более 185 миллионов сомов, то профинансировано 184 миллиона сомов было. Касательно капитального ремонта мы давали со своей стороны 12 объектов. Все финансирование тоже прошло полностью. Особое внимание в прошлом году уделили медицинским объектам Баткенской области. Была построена новая больница в селе Самаркандек на 75 мест. Ее стоимость составляет 97,5 миллионов сомов, которые были выделены из фонда президента. Построено отделение, уже открыли, детское, там отделение краткосрочное, консультационно-диагностическое отделение. В центре общевой врачебной практики Учкоргон на это было выделено 58 миллионов сомов. Кроме этого, как вы знаете, у нас в системе всегда есть наши международные партнеры, которые тоже оказывают нам помощь. Это международные доноры. И с их помощью тоже в Баткенской области где-то около более 20 фельдшерско-акушерских пунктов в прошлом году было построено и сдано в эксплуатацию. Также в связи с постоянным ростом населения и административно-территориальной реформой, в Бишкеке появится еще одна больница скорой медицинской помощи. Она будет открыта на базе Чуйской областной больницы, которая находится в Алламединском районе. Эта территория войдет в состав столицы. Как отмечают в Минздраве, планируется, что западная часть будет обслуживаться клинической больницей скорой медицинской помощи, а восточной – Чуйской областной больницей. Сымах Мусаев, Меренбек Часупек Улу, ЛТР, Бишкек